Старый пенал не выдержал столько карандашей и лопнул. Что ж, тогда сделаем новый, да побольше. Итак, основа пенала размером 17 на 25 сантиметров. Все основные детали я дублирую подкладкой. Прямоугольник 27 на 20 сантиметров складываю вдвое. Прострачиваю по краям и в центре. Это будут кармашки. Повторяю на вторую деталь. Моя молния длиной 38 с половиной сантиметров. Прикладываю с двух сторон лицом вовнутрь. Полоски размером 43 на 5 сантиметров. Длина с запасом. Повторяю с другой стороны. Разворачиваю полоски лицом на ров. Прокладываю строчку максимально близко к молнии. Теперь пришиваю будущее дно. По краям молнии пришиваю полоски 9 на 42 сантиметра. Эта длина зависит от исхода длины молнии. Должно получиться кольцо. Выворачиваю его на лицевую сторону и прокладываю строчку. Теперь сделаю внешние карманы. Все детали сложены вдвое. Сшиваю края деталей 13,5 на 30 сантиметров и 10,5 на 33 сантиметра. Для формирования кармашка я использовала кисть с толстой ручкой. Потом сшиваю края деталей с другой стороны и прошиваю посередине. Так у меня получилось по два разных кармана. Деталь с карманами по краям пришиваю к основе. Прошиваю по центру, чтобы получилось два больших кармана. Приступаю ко второй стороне. Сшиваю края деталей 26 на 13,5 сантиметров и 10,5 на 30 сантиметров. Прокладываю две строчки. Получилось три кармана. С обратной стороны большого кармана пришиваю одну часть липучки. После соединяю с ней вторую часть липучки. Край кармана пришиваю к основанию. Теперь липучку немного смазываем клеем и ровненько прижимаем к основанию. Так липучка не уедет, пока ее пришиваешь. Этап сборки. Основание и подклад складываю изнанкой вовнутрь. Пришиваю кольцо с молнией. Внутренний край можно обработать зигзагом, чтобы ткань не махрилась, а можно пришить косую бейку. Изделие готово. В пенале уместились все мои карандаши. Еще осталось место для новых. В таком органозере можно хранить не только канцелярию, но и, например, косметику. Еще его удобно брать в поездку или на учебу, ведь в него помещается планшет, блокнот, тетрадь и еще разные мелочи. Подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали это. Спасибо вам за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok